Добрый день! Мы на этой неделе читаем недельную главу Матод. И сказано в недельной главе, говорил Бог с Маше, сказав, «Отомсти Медьяну за сынов Израиля, а затем приобщився к народу своему». И сказал Маше народу, «Отберите людей войска и выйдите против Медьяна, чтобы сыро совершить возмездие над Медьяном». И было передано от тысяч Израиля по тысяче от колена, 12 тысяч наруженных войскам. То есть Маше говорит, «Отберите и выйдите против Медьяна». Но не сказано, они вышли или пошли, сказано, были переданы. И отсюда мы учим, что евреи не пошли на войну по своей воле. Раши, наш великий Раши, он объясняет, что евреи не желали идти на войну, потому что услышали, что смерть Маше, она связана с возмездием Медьяну. Как сказано, соверши возмездие и затем приобщившись к народу своему, так сказал Бог. Великий комментатор учит из этого, насколько руководители народа дороги своему народу. Он продолжает, что до того, как они услышали о приближающейся смерти Маше, то сказано, еще немного и побьют меня камнями. Но когда услышали, что смерть Маше связана с возмездием Медьяну, то не пожелали идти на войну, пока не были переданы против их воли. И непонятно, если Маше был так дорог народу, почему же в пустыне, когда была нехватка воды, и они чуть не забили его камнями, как написано в книге Шмот. И объясняют мудрецы, и это одна из крупинок морально-этического учения иудаизма, что по-настоящему прочувствовать ценность той или иной вещи человек может, лишившись ее, и даже только от угрозы ее потерять. Осознание недостатка дает возможность глубоко оценить тот или иной объект, так же и осознать величие и незаменимость Маше народ смог только, когда пришла реальная угроза его потерять. И Рабиуда Олеви в своей книге «Кузари» пишет о том, что одно из намерений мудрецов при установлении благословений, говорить благословение перед каждым видом удовольствия, заключается в том, чтобы мы смогли благодаря этому задуматься о возможности недостатка этой вещи, и тем самым оценить ее и получить от нее наибольшее удовольствие. Он пишет, подготовка к удовольствию, ее осязанию и раздумья о хватке чего-то увеличивают наслаждение дважды. И в этом польза благословений для тех, кто привык говорить их с намерением и пониманием, поскольку они рисуют в душе человека вид удовольствия и благодарность за него. И тогда увеличится и радость от его получения. А тот, кто так не подходит к получению удовольствия, не ощущает человеческое ослаждение, а лишь получает животное удовольствие. Если человек желает получить удовольствие и радоваться своему состоянию, ему следует представить себе, насколько было бы ему тяжело при отсутствии какого-либо объекта, например, здоровья или какого-то имущества, или даже еды. Таким образом, человек даже бедный может быть счастливым и богатым. Ведь сказали известные Мишна Перкеевод, кто в истину богат, тот, кто рад своей доле. Для юристации расскажу одну Майсу, известную про раба Авраама Ибнезра. Он был, это был великий мудрец Торы, кроме того, большим изобретателем и, следовательно, очень способным человеком. Знаменитый средневековый еврейский философ, которому принадлежит знаменитый комментарий в Торе, был поэтом, мыслителем, лингвистом, астрологом и астрономом, математиком. Он даже является одним из основателей грамматики еврита. Среди математических достижений ему принадлежит вычисление и свойства биноминальных коэффициентов. Им также было написано много книг по астрономии и астрологии. И лунный кратер Ибнезра, он назван в его честь. Несмотря на это, никогда он не был удачлив в финансовых делах. Чем бы он ни занимался ради пропитания, во всем терпел неудачу. Известно, что даже он о себе сказал эту шутку, что если займется организацией похорон, то люди перестанут умирать. Его ученики, которые очень любили своего учителя, наставника, они искренне хотели ему помочь. И у них возникла идея, возьмем кошелек, наполним его деньгами, и подбросим его на дорогу, по которой он обычно возвращается из Бейт-Мидреша. По пути домой учитель, несомненно, увидит кошелек. Тора нам приказывает потерянные вещи, если у них есть признаки, по которым можно найти владельца, вернуть владельца. Но поскольку в данном случае на нем не будет никаких признаков, по которым можно найти владельца, Равс может взять его себе. И так учитель поправит свое материальное положение. Ученики так и поступили, и спрятались возле дороги, посмотреть, что будет дальше. Подбросили кошелек и спрятались. И вот Аврама Минезра идет по дороге, до кошелька остается уже диаметров 10, и вдруг он закрывает глаза и идет, держась за стену. И пройдя то место, где лежит кошелек, он открывает глаза и радостно идет дальше. И не обращая внимания на подброшенный кошелек. Ученики были крайне разочарованы, замысел не удался. И позже они спросили, так что же произошло. И учитель рассказал, что он шел по дороге. Вдруг подумал, какой он неудачник, ничего у меня не получается. И сразу понял, что это неправильные мысли, что они ведут, вводят его в какое-то негативное состояние. И чтобы вернуть радость жизни, он представил себя слепым. И как тяжело было бы мне, если бы у меня не было глаз. И он прошел немного с закрытыми глазами. И вдруг открываю глаза и чувствую, как огромный подарок мне дал Всевышний. Я могу видеть. И с радостью пошел дальше. Авраам Ибнезра знал, что истинное счастье зависит от самого человека. И когда почувствовал, что может превратиться из счастливого человека в несчастного, поспешил вспомнить что-то хорошее, что у него есть в жизни. И это помогло ему вновь стать счастливым. В этих простых словах войны были переданы. На уровне Ремеза намек. Тора учит нас помнить, ценить и дорожить тем, что и кто у нас есть. И это одна из составляющих нашего еврейского рецепта счастья. И это большой урок. И как я сказал в начале, это одна из крупинок морально-этического учения иудаизма. И в конце еще можно вспомнить тот инструмент, который быть счастливым дал нам Рабиуда Олеви в книге Кузари. Еврейский закон обязывает нас сказать нам минимум 100 благословений в день. И все благословения, они говорят перед получением удовольствия. Самое распространенное это благословение перед едой различных видов еды. Но не только, например, после посещения туалета. И тут можно вспомнить, что написано в Талмуде, что взрослое посещение туалета считается 1,6 Ганедена. Так вот, говоря благословения, вспоминай, что этого, то, от чего ты получаешь удовольствие, могло бы и не быть. Но есть. И казалось бы, что тут нового, что за открытие Америки через форточку? Ничего нового. Но не было бы Торы, то даже если бы люди дошли до этого путем эволюции сознания, они бы никогда не узнали, что это мудрость создателя и хозяина этого мира. А значит, она безграничная, вечная и истинная, эта мудрость. Присоединять ли себя к этой безграничной вечной истине, каждый решает сам. Разумное решение, но понятно. Остается только включить разум. И тогда многие, многие вопросы начнут проясняться, становиться понятными, приведут к правильным действиям и в результате приведут к счастью. Хорошего дня! Брахава и отслаха! И остаемся и дальше в поисках смысла.